МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, начинаем следственный эксперимент по делу об ограблении. Что ты стоишь? Я сказал, начинаем. А что, не будет это? Свет, камера, мотор, дубль один, рубль один. Борзый, не борзей. Единственное, что я тебе могу устроить, это личную гримерку. Два над четыре и с решетками на окнах. Начали. Девушка, что вы молчите? Ой, я растерялась. Меня просто уже десять раз грабили. Вот, и ни разу еще не ловили бандита. В общем, я думала, что просто нужно написать заявление и отдать его вам, потому что вы их коллекционируете, а потом делаете селфи с потерпевшими. Так, по моей команде начали. Вы делаете все в точности, как было в тот день. Понятно? Начали. Девушка, вы куда? Переодеваться. В тот день я была в другом платье. А, я тоже пойду, я в тот день был в другом месте. Стоять! Не обязательно в точности. Можете приблизительно, понятно? Угу. Начали. В тот день я стояла здесь, и Леонардо Ди Каприо должен был сделать мне предложение. Какое Леонардо Ди Каприо? Что вы вводите следствие в заблуждение? Ну, вы же сами сказали, примерно. Не настолько примерно. А, вспомнили? Все вспомнили? Поехали, начали. В тот день я стояла здесь, и он побежал ко мне и начал угрожать. Борзый, угрожай. Уважаемая мадам, если вы не прекратите соблазнять меня своей красотой, мне придется задушить вас этими ручками. Борзый, я сказал, угрожай, а не соблазняй. У меня в телефоне карточка не резиновая. Все, быстро, хватай уже сумку, убегай отсюда. А, окей. Да, Борзый, без команды, ну, ну, куда ты? Девушка, где он? Он убежал с моей сумочкой. Твою мать! А скажите мне, еще раз заявление писать? Нет, блин, сиськи показывать. Хорошо, а вы включили уже камеру? Что происходит-то? Ёлки-палки! Эй, да-да, проходите. Здрасте. Здравствуйте, вы по записи? А, нет. Я, как только мотор затроил, сразу сюда, в больничку. Что? Простите. По торсу отроил, что-нибудь понимаешь? Ну, вот так. Тук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук. Вот так вот, к примеру. Еще эти... Фильтра надо прочистить, а то вью туда, чего попало. Вообще без разбору. Мужчина, вы ничего не путаете? У нас здесь больница. И мы лечим людей, а не фильтра меняем. И эти еще. Стойки надо посмотреть. Там что, уровень масла или что? А то поскрипывают как-то и похрустываются. Я не понимаю, какие стойки? Я же говорю, это больница. Это не СТО. Вот баба, она и есть баба. Есть мужик у вас тут в больничке, чтоб в машинах разбирался. Главврач Олег Петрович. Давай, давай дуй за Олегом и за Петровичем. Дуй давай. Так, значит, у нас мотор троит. Да? Фильтры забились. Забились. И стоечки скрипят. Ах, скрипят. Ну что ж. Мне все понятно. Сейчас мы вам все назначим. Какое дело? Что назначим? У нас же для двигателей ничего нет. Викочка, мотор барахлит. Это значит, сердечко пошаливает. Фильтры — это почки. А стоечки скрипят. Это вот. Гелем надо суставчики смазать. А, вот вы гений, доктор. Слышь, док. Да. И еще. Короче, выхлопуха у меня что-то коптит и детонация сильная. Может, что, глянешь там? Нет, нет, нет. Выхлопуха — это другой специалист. Слава богу. Давайте я вас провожу. Это недалеко, вот здесь. Идемте. До свидания. Детонация. Хорошо, что бензонасосом не стал размахивать. на троих. Ой, молодой человек. не подскажете, может ли акула подплыть к берегу? Что за дурацкие вопросы? Какая акула? Это же речка. Ау, я поняла, в реке не бывает акул. Я очень спешу. Я очень спешу, извините. Одну секундочку. Молодой человек, можно вас на пару минут? Я хотела спросить, а как вас зовут? Вот. А то вы мне все рассказываете, рассказываете, а я все молодой человек, да молодой человек. А-а-а, человек. А-а-а, Миньямин. А что, я вам понравился? А-а-а, честно говоря, нет. А что вам тогда от меня нужно? Тень. От вас такая хорошая, большая тень, а я вся, видите, обгорела. Постойте со мной еще немножечко, хорошо? Знаешь что, дура, дурацкая. Пожалуйста. Тень. Да нет, тень. Женщина. Ой, женщина, девушка. Можно вас? Я вас слушаю. Ой, как хорошо. Вот скажите, а где вы взяли такую красивую шляпку? Давно себе такое искала. Какое порео. Боже мой. Какие будьте, как вы покупаете. Помада шикарная. Шикарная красная. Вы знаете, я люблю вот такой красный-алый цвет, потому что я нахожу цвета розовый. Коль. На троих. Уважаемые пассажиры, с вами говорит второй пилот. Рейс Антария-Киев готовится к взлету. Желаем вам хорошего полета. Разрешите взлет? Спасибо. Приготовились. Разгон. С Богом. Что происходит? Не знаю. Тормоз отпустил? Отпустил. А что с тягой? Проверяли самолет? Три раза проверял сегодня. Лично проверял. Тебя самого нужно три раза проверять. Давай еще раз. Ага. Что это такое, эй? Я не понимаю. Я не понимаю. Да пусти ты меня, ну. Я извиняюсь, конечно. А что происходит? Сейчас решаем проблему со взлетом и сразу же взлетаем. Все будет в порядке. С каким взлетом? Я уже пять минут сижу и жду, а мне не несут ни мяса, ни рыбу. Хотя я заказывала и то, и другое. Я, кажется, понял, в чем проблема. Я тоже. Уважаемые, присаживайтесь на свое место. Сейчас вам все принесут в двойном экземпляре. И побыстрее? Конечно. Долбанный all-inclusive. Они там сейчас с отдыха все такие, наверное. Уважаемые пассажиры, наш рейс переносится на неделю. А за это время советуем вам воспользоваться фитнес-залом, который расположен на территории аэропорта. Спасибо за внимание, жердяи. Я сейчас вернусь. Гурген Георгиевич, может, вам тоже воспользоваться спортзалом? Я о чем? Да так. Эй, со мной все в порядке. Тем более, я в кабине, а это ни на что не влияет. Ну да. Тут аэродинамика такая. Все рассчитано. Я, наверное, в Турцию в следующий раз полечу несками. На троих. 47, 48, 49, 50. Фотографии в стиле нюх приносят доход в стиле пи. Просто пи какой доход. Иди уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, эта парочка не на эротическую фотосессию. Хотя... Рада приветствовать вас в нашей фотостудии. У нас есть семейные фотографии, эротические фотографии. Девушка, что вы тарахтите своим языком, как бардачок копейки? Мы взрослые люди. У нас этих голых фотосессий больше, чем китайцев на привозе. Нам нужна взрослая фотосессия. Есть специально для вас. Есть. Фотосессия в стиле викторианской эпохи. Королева и ее фаворит. Мариночка, может быть, прислушаемся к мнению профессионала? Я тебе сейчас дам в ухо. И ты всю жизнь будешь прислушиваться, девушка. Как говорят, у нас в Одессе ближе к телу. Заряжайте свою пленку. У меня цифра. По цифрам мы потом поговорим. Хорошо. Хорошо. И еще пару фотографий, и можно поменять позу. Не на Камасутру фотографируемся, чтобы им позу менять. А, ну тогда клевые фотки для семейного альбома. Какого семейного альбома? Это на надгробии. На надгробии? А, как бы жили долго и счастливо, и умерли в один день. Это для него. А чего тогда я вас вдвоих фотографировала? Ну, чтобы видели. Кто там лежит? И из-за кого? Я тебе говорила, что я с тобой сделаю, если ты будешь мне изменять. Мариночка, я не изменял ей. Я просто поднес целесумку. Закрой рот. Нам нужно еще поехать за надгробием и за туфлями. Мариночка, я больше так не буду. Конечно, конечно. Я тебе верю. Я тебе верю. Но я столько денег потратила на столовую музыкантов. А еще нужно заехать за цементом, за тазиком. Ну и на набережную. Да какое набережное? Где мы с тобой познакомились. Иди, иди. Просто пей. Ты что делаешь? Да вот, информацию надо стереть. Зацени. Ого. Все купил, денег на снасти не хватает. Одолжись, пятьсот гривен. Я зарплаты отдам. Да я понимаю, но я вот жене только шубу купил, не могу одолжить. Жене? Летом? Шубу? Ты что, ее на Северный полюс отправляешь? Будет ехать, пусть и тещу мою возьмет. Слушай, вот ты ржешь тут, а между прочим, сейчас самое время покупать зимние вещи. Там, шубы, сапоги. Это тебя кто сказал? Жена? Да при чем тут жена? Ну да, жена. Я так и думал. Слушай, ну может начальство там премию даст и купишь. Обязательно. А потом догонит и еще раз даст. Ты знаешь, что все деньги на новую полицию ушли. А нам, старым, как хочешь, так и выкручивайся. Это очень. Гады, сволочи, твари, я вам устрою. Я не вам, хлопцы. Хлопчики, дело есть на миллион. Дед, ну иди отсюда, пожалуйста. Если быть конкретным, ребятки, на десять миллионов. Откуда у тебя такие деньги? А может, я всю жизнь откладывал на похороны с двадцати лет, а? А какие похороны, дед? Ты же у нас этот, Дункан Маклауд. Ну, вас-то я точно переживу. Но деньги вернуть надо. Хлопцы, помогите мне. Дед, ну мы же тебе сказали, мы этим не занимаемся. Если вернете мне мои десять миллионов, вам каждому по миллиону дам. Дед, а ты не обманываешь? Ну, когда я вас обманываю? Ну, так... Ах, ну, нет, вернее, сейчас точно, ребят, деньги-то мои. Слушай, мы, может, поможем, а там и с Настей, и шуба. Ага. Ладно. О, давай, рассказывай, где там у тебя эти миллионы? Ну, так вот это, оденьтесь, бронежилеты, маски, чтобы лица не видно было. Деньки-то большие, дело серьезное. Дело, говорит. Угу. Вроде старый, а башка еще варит. Ага, да. О, молодцы. Так, Сань, ну долго там? Да иду, иду, несу. Давай. О, сейчас, Сань, сейчас. Все, дед, мы готовы. Давай адрес. Сейчас, сейчас. Адрес прямо на сберкнижке и написанный. Сейчас, так. Банк СССР, улица Ленина, дом 28. Все, хлопцы, поедем сейчас к ним разберемся, деньги мои получим. О, задаток, как и обещал. Дед, а ты в курсе, что Союз развалился и такие деньги уже не ходят? Как не ходят? Что, это, ай-яй-яй-яй, это что, получается, не получу я своих денег, да? Ну ладно, что делать, пойду домой. Ты-то, может, и не получишь, а у нас есть шанс. Ага. Ага. А как это вы их можете получить, если Советский Союз-то развалился? Ну, Союз-то, может, и развалился. Ага. А вот ты-то пока еще не очень. Да, я же сильный, я сильный. Мы тебе на органы сдадим. Миллион мы, конечно, не получим, но до следующей зарплаты дотянем точно. Это точно. Эй-эй-эй-эй, хлопцы, я буду вынужден защищаться. Да. Да. Давай, я. Помню, дружи. Помню. Ах ты, карга старая. На троих. Да-да. Надежда Константиновна, здрасте. Здравствуйте. Не узнаете, да? Извините, нет. А если вот так? Мне ваша школа нахрен не нужна. И логарифмы ваши никогда в жизни не пригодятся. Егор! А-а-а! Признали? Присаживайся, Егор. Спасибо. Ну, как вы тут? Ничего, спасибо. А ты изменился, возмужал. А вы, кстати, вообще не меняетесь. Спасибо. Как были старые, так и остались. Ну, как твои дела? Да все класс. Все, как вы говорили. Вот говорили, что я бандитом стану. Все, слава богу, так и произошло. Сейчас вот, кстати, в мэра иду. Предвыборная гудит вовсю. О, а помните Колю Яворского? Вы еще говорили, что он математиком станет. Так и да, работает у меня бухгалтером. А помните, как мы на школьных дискотеках дэнсили под этот? Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Весел. Но эта песня не про него. Про него голуби летят над нашей зоной. Посадили. Ужас какой. Да ничего страшного, ему немного дали. О, а эту, Ленку Сныткову, помните? А, да-да-да. Вы еще говорили, что она этой станет. Ну, этой. Так она ей и стала. У меня работает в стрип-клубе. Все клиенты довольны, да. Блин, вот все, что вы не говорили, все сбывается. Даже это. Кто? Вот это? Да я не... Олежка Кувалдин. Помните, вы говорили, что ему спорт поможет? Олег. Помог. Сейчас у меня телохранителем работает. Да, загрызет даже никчемную бабульку. Телохранитель. Как ты мне вчера пел? And I will always love you. Ну, все-все, закрой хлеборезку свою. Я все понимаю, а зачем ты мне все это рассказываешь? Я напоминаю, я в мэра иду. Я приглашаю вас работать у меня в предвыборной бригаде. Да, вот просто ходите и рассказывайте, что вот я стану следующим мэром. А ваши прогнозы работают лучше любых соцопросов. А если я не соглашусь? Ну, если не согласитесь, то тогда сбудется другой ваш прогнозик. Помните, как вы говорили, Егор, ты меня когда-нибудь до могилы доведешь? Я согласна. Отлично. Все, школу отработали. Пошли в больничку. До скорых встреч. Любезнейшая, разрешите к вам обратиться. Здрасьте. Будьте добры, если я, конечно, вас не отвлекаю, презентовать мне, если, конечно, не дай бог вам, не сложно это сделать, за умеренную плату... А, что-то от кашля. Есть один сиропик. Замечательный. Смотрите. Значит, он без спирта, поэтому вы можете сразу за руль. Хорошая моя. Я боюсь, вы неправильно истолковали мою просьбу. Дело в том, что... Посмотрите на меня. Я уставший путник. Посмотрите на мое лицо. Неужели вы думаете, что мне поможет сироп от кашля? Тем более, если он не на спирту. А, поняла. А, вам нужна вот такая мазь. Обалденная. Мажете под глазами и синяки как рукой снимет. Мудрейшая моя. Я вижу, вы прекрасно разбираетесь в своем товаре. А это свидетельствует о высочайшем интеллекте. О, я боюсь, мазь мне не поможет. Мне кажется, я догадываюсь. Танюша, принеси-ка новую мазь для век. Ну, прошу. Богиня фармацевтического щега, позвольте обратиться к вам к простому смертному. Я вас слушаю. Возможно, вы точнее услышите просьбу уставшего от тяга судьбы человека. Дело в том, что мазь вряд ли поможет мне наладить мое внутреннее равновесие. Вы знаете, это прекрасная мазь, я сама ею пользуюсь. Ну, давайте, может быть, крем вам предложить. Много крема. Чарующая моя, давайте продолжим диалог с вами. Ага. Вынужден отказаться от сиропа и от мази, так как меня гнетут более тяжкие муки. Я вас не понимаю. Так а что тут непонятно? Ну, сразу же понятно, что его беспокоит. Горло, да? Горло беспокоит. Наверное, хронический ларинготрохит? Нет. Нет? Гораздо глубже. Геморрой. Ну, не так глубоко. Сердце. Душа. Ой, вас, наверное, бросила девушка, и вам надо выговориться, правильно? Да, черт возьми, меня бросила девушка. Мне нужен спирт или боярышник. А у нас такого нет. Уже раскупили. Что же вы мне голову морочите-то, а? Что же мне, аптекарь еще? Вы что, не видите, что мне тяжело подбирать слова? И можете помочь человеку. Вы и аптекарь, и вы палачи, сатрапы язык и язык и язык. Извините. На троих. На троих. На троих.